Привет, здравствуйте! Сам Соси. Аплодисменты, аплодисменты. 21-12. Хорошо, это похоже на истину. Усы. Да, да, я не брился. Уж прости, приятель. Не смог. Здравствуйте, здравствуйте. Я по-прежнему в Мексике. Остались последние денечки. Блин, надо что-то взять. Сейчас штатив возьму, а то держать не круто. Держит телефон в руках, только лохи, как известно. Это мой стафф. Сейчас попробую прикрутить к телефону. Ты же тоже можешь прикрутить к телефону, да, штатив? Или нет? Или у тебя нет специального технологического отверстия для этого в телефоне. У меня вот есть. Лох ты, лох ты, пишет Волков 15QW. Волков, ты сам лох. Я не знаю, что тебе ответить. Что вообще отвечают обычно в каких ситуациях? Так, никого роднется, крыша. Можно посидеть и побазарить с тобой волка. Тогда новый клип. Хороший вопрос. Я бы дошел прекрасный вопрос, потому что именно за этим последние денечки мои будут потрачены в Мексике. Мне осталось здесь буквально 5 дней. И через 5 дней я окажусь уже в России. О, вертолет летит, зацени. Кто же это видит? Дурачки. Они не знают, что я здесь. Пусть ищут дальше. Пусть ищут дальше, чмошники. Да, я еще 5 дней здесь в Мексике. И мне надо успеть за это время подснять некоторые материалы для клипа. Работа ведется. Я думаю, ты собираешься исправлять букву R? Зачем? Зачем мне исправлять букву R, если она и так прекрасна? Я думаю, я скоро тебя удивлю новым треком, новым клипом и так далее. Ты ебал, Соболева? Здравствуйте, пишет Ксения. Здравствуйте. Косомат. Бонус дес. Есть дети. Да, трое. Всех зовут мрази. Яна, дай Вике домашку. Блядь. У меня здесь... А, у меня есть площадка просто для общения школьников, да? Для поиска решения по расписанию домашки. Яна, дай Вике домашку. Ну, действительно, чувств жадный. Толерантное общество, оно всегда более экономически выгодно. Поэтому Вике надо помочь. Я за то, чтобы ты помогла Вике прямо сейчас. Привет, Димон. Димок. Блядь, меня Димок не называл никто никогда. Есть Димок. У Кастанеды было такое снадобие, которое курил главный герой. Тыпупок. А, у нас шутники подъехали. Шутки за 84. Отлично. А, как дела, нормально, ну ладно, а нет. Ну, вот и поговорил, да, сам с собой. Тогда выпуск «Ларин против» в процессе. Я нашел, вернее, мы нашли достаточно интересные объекты для обзора. Никто еще их не делал. Ну, вернее, их делал я. Но это явление эволюционировало, если можно так выразиться. Это достаточно интересное направление. «Нормально, нереально». Ну, все, как бы, ты поговорил с самим собой. «Нормально, нереально». Что ты знаешь о нереальности, чувак? Если ты говоришь, что «нормально», значит, что «реально». Сколько у тебя сейчас часов? Час дня. «Оставь щетину». Да, мне она нужна для съемок клипа. Я играю Пабло Аскабано. Покупаю дешевый кокаин и отправляюсь в горы сжечь деньги, чтобы разжечь костер и согреть свою дочь. Диман, ты где? Где я действительно? Здесь солнечный. Ты где? Я в Мексике, чувак. Как относишься? Ну, это ненадолго. Все. Все, все, все. Трип заканчивается. Это однажды должно было закончиться. Слишком долго. Слишком долго. С ума можно просто сойти. Что книг Бо Бернома? Нет. А у него книга вышла? Бля, книга же у него, кстати, вышла. Еще относительно давно. Там скетчи, да, есть, рисунки и все такое автора. Надо будет заняться. И самое-то прикольное, что, по-моему, у меня была книга Бо Бернома. Мне на стендапе пару лет назад подарили. Если я ничего не путаю. Если я ничего не путаю. Когда обратно? Через неделю. Когда выпуск про фанфики? А тебе понравилось, да? Напиши, кстати, понравился выпуск про фанфики или нет. Тут сегодня немноголюдно. Что по поводу блокировки телеграма? Ну, они хуевшие, серьезно. Это, я считаю, что это неправомерный ход. Они не должны так поступать. Давайте тогда блокируйте все аналогичные месседжеры. Ну, скажем, ватсап. Ну, скажем, не знаю. Мир, Аську, Вайбер. Это все что угодно. Давайте блокировать средства коммуникации. Давайте еще запрещать коммуникацию. Это же так инновационно. У нас же есть возможности на это. А у нас есть хитрость. И мы обойдем. На пасаран наши победят. Понимаете? VPN. На моем телеграм-канале с минуты на минуту, вернее, с часа на часа появится статья о том, как обходить блокировку телеграма. Буквально завтра, возможно, произойдет эта самая блокировка. Поэтому VPN вам в помощь. Вы должны это обойти, потому что, ну, блин, телеграм-это круто. Телеграм-это не просто месседжер. Мои объятия. Новика, 1, 2, 3, 4, 5. Нет, в твои объятия я не попаду. Ты что, в труселях сидишь? Нет, это шорты, здесь тепло. Вот это мое колено. Привет, здравствуйте. Здравствуйте, свежеподключившиеся. Давайте обсудим что-нибудь. Телеграм. За что я люблю телеграм? Почему я за то, чтобы вы обходили блокировку и чтобы его не блокировали в принципе? Ну, во-первых, телеграм-это секрет-чаты, о чем пел еще любимый народный артист Федерации Элджей, секрет-чат. Телеграм-это боты. Боты-это не путать с Кремля-ботами. Нет, Дима Камикадзе, это не про то. Боты-это очень круто. С помощью ботов я ищу музло. С помощью ботов я ищу книжки. С помощью ботов я покупаю криптовалюту. Да-да, можно в Телеграме покупать с помощью ботов криптовалюту. С меньшей комиссией, нежели чем на каком-нибудь там LocalBitcoins. Это правда, чистая правда. Вот. Телеграм становится очень крутой площадкой. Это Telegram Open Network. Тон. Станет новой криптовалютой. Достаточно крутой и влиятельный, как мне кажется. Потому что ICO Павла Дурова, закрытая, собрала уже миллиарды долларов. Ну и в целом, Паша достаточно футуристичный мужик. За ним хочется, ну не следовать, а его поддерживать хотя бы. Я могу пройтись, кстати, попробовать. Знаете, вот так Так закончился последний последний эфир Дмитрия Ларина. Проходка. Спасибо, Ксюша, что подсказал о решении. Почему бы не пройтись? Ну здесь достаточно высоко, да. Не, мне не видно, что она вообще написана. Давайте, давайте птички. Давай ёбнись ещё на видео. Нет. У меня достаточно хорошо развитая вестибулярка. Ловкость. Я хорошо бегаю. В принципе, паркуром занимался. Поэтому я не падаю. Я могу покалечиться при подъёме, но я вряд ли упаду. О. Так. Там день, когда ночь. Да. А, потому что земля не плоская, да, мужик? Ёбни сальтуху. А ёбни мне два биткоина на кошелёк. И тогда с радостью. 15-й год. Да, это важно. 15-й год – это отправная точка очень многих взлётов, падений, зашкваров, начинаний, трагедий. Успехов, конечно же. Ну ты и кросс. Что это значит? Почему для S? Как относишься к Севергону? Нормально к Миши отношусь. Мы с ним как-то общались. Он достаточно креативный. Но все мы... Все мы не без проблем. Миша сам знает о своих, я знаю о своих. И все мы... Все мы прекрасные ребята, креативные и творческие деятели. Пенис. Я не знаю, что ты хочешь, чтобы я откомментировал про это слово. Гад. Привет, здравствуй, здравствуй, ёбнись. Ты зашёл для того, чтобы посмотреть, как я падаю, да? Ну ты и мразь. Кстати, ко мне прилетают калибри. Каждое утро, каждое утро в 6 утра, нет, в 7. В 7.20 где-то ко мне прилетают калибри. Сейчас я покажу. Сейчас я покажу, как я её заманиваю сюда. Прямо как детей. Нет, шучу. Детей я заманиваю по-другому. Вот, у меня есть специальный сарайчик. Специальный сарайчик. В котором хранится... Внимание. Мясо калибри тушёное? Нет. Это называется нектар. Сухой нектар. Вот, ты можешь видеть, сухой нектар для калибри. Я его развожу с водичкой. Ну, например, вот в такой ёмкости. И заливаю. Заливаю вот такие баночки. Вот. Таких баночек у меня вокруг дома очень много. Сюда прилетает птичка. Здесь выделяется нектар. Здесь он настаивается. Птичка прилетает сюда. И сюда. И если я особенно в плохом настроении, я могу попробовать устроить западню для птички. Но я же не такой. Я же не такой, ребят. Да, и в принципе, если обмазаться этим нектаром, то птичка будет прыгать по тебе. Так. Ладно. Пора домой, что-то больно жарко. Как там у вас? Тоже жарко, наверное, да? Не, это нисколько не злорадство. Я сам поеду в Россию скоро. Слышал, что в Питере уже 16 градусов. А это не может, не может не радовать. А вот здесь, на этой стене, Коля Соболев снимает свои выпуски. Да, да, не удивляйтесь. Так все и есть. Так все и есть. Просто дело в том, что мы на разных полушариях, и там, соответственно, угол наклона персонажа, он другой. Если я вот так вот снимаю, да, то Коля Соболев снимает примерно вот так в свои выпуски. И как вы можете видеть, ну, все, Коля Соболев, представляете? Так что, примерно так это и происходит. У тебя дом в Мексике? Нет, у меня ранчо. У меня ранчо, здесь я стреляю у всяких животных и жру кактусы под корень. Прям срубаю и жру. И параллельно стреляю игуан. Ставь лайк, если хочешь, чтобы я подстрелил игуану на камеру. На самом деле это запрещено. Игуана в красной книге. Омерскосов. Что? Что ты говоришь? Что? Какой Омерскосов? Меня все здесь считают гринго. Когда я иду по улице, когда я иду по улице, я вижу в глазах людей вот эту эмоцию. Блядский гринго. Американец, который портит нам воду. Да-да, у них такое ходит. Как я это узнал? Мы как-то с Ксюшей бродили. Ну вообще в целом по взглядам понятно, да, что мексиканцы специфически смотрят на белых. Вот. И как-то мы шли с Ксюшей по парку. И два пьяных Мекса шли впереди нас. И что-то они вели себя разузданно. Ну там. Кричали, толкались. Коряво шли. Ну как, не знаю. Как каждый первый алкоголик в России. И перед ними был чувак. Он шел на встречу. Белый. И они что-то там на испанском пиздели, пиздели. И там проскочило слово гринго. Вот это такое. Не очень приятное. Да, все воспринимают это так или иначе все равно как белый, как гринго, как пиндос. Как американец, прошу прощения. Колорит с Индией. Но это другое немножко. Пиши свои комментарии, я тебе отвечу обязательно. Ладно, когда приедешь обратно в Питер? Через неделю. Гринго же Амиго. Да. Но в контексте, сам понимаешь, в каком. Гоу-тур. С чем? Со стендапом? С рэпом? С частушками? С фильетонами? С кетч-шоу? Ты конкретней, конкретизируй, и мы обязательно с тобой встретимся где-нибудь в Кирове. Так, гори в аду. Да я бы с радостью, если бы он был, понимаешь? Но ада же нет. Так ведь? Или мы уже в аду, а? Мы уже, может, мертвы все? Может быть, это симуляция? Чувак, у тебя есть доказательства обратного? У меня нет. Ебать ты, старый, ну жизнь, 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 жизнь. Я здесь повзрослел с вами, уродами. Давай снова под ноль. Ха, никогда больше. Не. Лишь бы это была не уборщица. Кто-то поднимается-ка мне на крышу просто. Мне очень хотелось бы, чтобы мою трансляцию прорывал. Третий. Так, ебать ты, старый. Да. Бля, он атеист. Как ад-то. Может, призовешь калибр? Нет, калибр сейчас ей слишком жарко. Сейчас самый разгар дня, понимаешь? Она прилетает днем. Вернее, она прилетает утром. Как только расцветет. 7.20, 7.30. И тогда можно призвать калибр, действительно. Можно, в принципе, намазать себе немножко нектара на руку, простоять так полчаса. Ну, мне сосед сказал. Да, это не моя крыша. Тут два домика. Моя и... Моя хата и хата моего соседа. Можно намазать немножко на руку и обмазаться. И калибр прилетит к тебе в течение получаса. Но тебе, да, на полчаса стоять с рукой обмазанной липкой, сладкой, красной субстанцией. В принципе, ты можешь держать другой телефон и в сломо записать, как это происходит. Ну, это такой себе дроч. Сейчас я уж точно не пойду на жаре стоять. Поверь мне. Точнее, почему Питер не Москва? В Москве слишком много хамла и жадных бездушных пидарасов. Не все, безусловно, но... Блядь, Марселла пришла. Ладно, перезвоню позже. Так можно, скажем так. Вот. И оказывается, что это звуки издает машина чувака, который... Который покупает бэушную мебель. Да, они покупают бэушную мебель и потом что-то с ней делают. Не знаю. Фух. Все, браво, браво. Я снова с вами, братцы. Серега! Кто-то уже нашел аналог, да? Кто-то делает ремейк этого трека. Серега, ну как вариант. Рома Англичанин, ты как так жив? Не смешно, нихуя. Так, это что, Россия? Да. Это Краснодарский край. Ростов. Здесь начинается юг. Героям слава. Кто-то поет героям слава, да? Сиськи будут или нет? Конечно. Чувак. Вот тебе надо только немножко подрасти. Немножко обзавести денежками. Каким-то влиянием обрести характер и в твоей жизни будет много сисек. В твоей жизни будет столько сисек, если ты будешь все делать правильно. Возможно, даже ты будешь нюхать кокаин с этих самых сисек. Поверь мне, все будет. И самое главное, как говорил Курт Кобейн, никто не умрет девственникам. Жизнь выебет всех. Я тоже с Краснодара. И я с Краснодара. Что у тебя творится в голове? Хороший вопрос. Мне бы ты не помог. Ответь на него. У нас ночь, а у вас что? А у нас... А у нас калибры прилетают по утрам. Привет. Здравствуйте. Лол. Ты лучший, Ларин? Нет. Лучший? Как я могу быть лучшим, если до сих пор жив и здравствует Виджилинг? Как я могу быть лучшим? Можешь мне объяснить? Как у меня дела? Напряженно. Хорошо. Спасибо, что спросил. Такие вопросы помогают. Помогают. Ты понимаешь, что тебя поддерживают. Тебя смотрят. Волнуются за тебя. У меня действительно все не очень хорошо. Но я работаю. Я работаю. Скоро я буду в России и все будет значительно лучше. Продуктивнее. Релизы. Клипы. Фильмы. Концерты. Всего этого у меня не будет, конечно же. Я буду делать Ларин Тольфе. Так. Это травля. Нет. Травля закончилась. Сейчас я сам могу кого хочешь затравить. Понимаешь? У меня такая удобная позиция. Я не совершил пару раз поворотов никуда. Я мог проебаться по мелочи, но не по крупным. В остальном мой моральный компас не дает сбоя. Я комар, ты фумигатор пишет нам, алекс, герой, снайпер, стальной. Алекс, герой, снайпер, стальной. Отличный никнейм. Просто перфекто. Просто перфекто. Парфекто. Так. Ларин, блядь, что ты там делаешь? Я иногда сам себе задаю этот вопрос. Ну, покуда я энергия, я буду течь за энергетическими потоками. Тебя Путин ждет уже в рашке. Да, я думаю, что меня с трапа встретит Владимир Владимирович. Ксюшу на колу подсадила. Ксюша пьет колу с сахаром, а я без алкогольного первых напитки, а во-вторых, мне нельзя сахар. В этом мы похожи с Ильдаром Джараховым. Это единственная наша параллель. Тебя родители били в детстве? Нет, пугали избиением. Меня родители пугали избиением именно, да. И этого хватало, чтобы вырасти нормальным человеком, да. Когда клип, когда он будет доснят? Я ем апельсины и ненавижу Докинза. Давай в эфир со мной. Браво, браво. Я даже не знаю, что лучше, что ты ненавидишь Докинза или что ты жрешь апельсины. А слушай, где Ксюша гуляет? Сейчас покажу. Она за тем деревом сколой стоит. Вот за тем. Понял. Где сидишь? На парапете, на крыше. Я как Карлсон живу на крыше в последнее время. А как же ваша девушка? Ложь. Моя девушка за 10 тысяч километров от меня. Но я все чувствую. Я все чувствую. Биополя, понимаешь? Как бы радиоволны. Блин, там Максела ходит. Да, у меня в квартире сейчас ходит женщина, которая убирает. Кажется, это называется уборщица. Я впервые воспользовался услугами уборщицы на другом континенте. Видишь, загнивающий запад. Заставляет эксплуатировать людей. Так. Ты любишь кокосы? В Индии, в Индии я очень много ел кокосов и пил кокосового молока. С утра хорошо помогает проснуться. Потому что очень калорийное, холодненькое. Я такой, достаешь из холодильника кокос, берешь топор, расхуяриваешь его и пьешь. Да ты мажор. Нет, 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 нет. Самое дорогое в Мексике, это билет до Мексики. Остальное здесь очень копеечное. Я тут питаюсь тако. Тако стоит 50 рублей. Чтоб наесться, достаточно два тако. И не есть полдня еще. Так. Укулеле с собой? Нет, нет. Я давно на музыкальных инструментах не играл. У меня у соседа, сейчас я покажу его дом. Вот это вот мой домик. Мой домик. А это домик моего соседа. Ну вот там, вы можете видеть. У него 12-струнная гитара. И это единственный инструмент, на котором я играл за последние 3 месяца. А нет, у меня еще барабан был в Индии. Видим свет и снова крутим барабан. Барабан, барабан, барабарабан. Почему удалил ролик? Какой? Я не удалил ролик очень давно. Сосед, нет, сосед из Венесуэлы. Очень талантливый и креативный чувак. Вдуваешь. Не вдуваю. Не вдуваю с 17 лет. Зачем? Не вижу смысла. Как бы вот, мои кумиры, это Исаак Ньютон и твой батя, понимаешь? И прикол-то в том, что они умерли девственниками. Ты приемный. Сука, извини, пожалуйста. Извини. Просто когда он мне рассказывал, это было так смешно. Ньютона я имею в виду. Так, тогда батл. Скоро. Хорошо по-английски разговариваешь. Well, well. Мне хватает, чтобы среди испаноговорящего населения покупать тако. Вот на что мне хватает английского языка. Где твои очки? Я прозрел. Я прозрел. Иисус снизошел до меня и поправил, поправил мои глаза, убрал астигматизм, сделал глаза одинакового фокусного расстояния, поэтому все нормально. А у меня ночь, а я рад за тебя. И ночь однажды настанет и у меня, потому что ночь следует в мою сторону. Я на западе, понимаешь? Ночь придет и ко мне. Задумайся. Think about it. Think about it. А потом она снова придет к тебе. Страшно, да? Как ядерная война прямо, да? Страшно. Так же страшно, да, сука? Ты гей? Нет. Как относишься к антифилософской антиутопии? Похоже на описание моей жизни. Антифилософская антиутопия. Привет из Киева. Здравствуй. Здравствуй. Ебать ты пугаешь. Ну, блядь, жизнь пугает, не я. Я всего лишь ретранслирую жизнь, понимаешь? Я вообще медиатор, в принципе. Моя задача создавать волны и вибрации. Я вот хочу больше, как бы, волну большего, как бы тебе объяснить, больше чистоты создать. Не как 808-я бочка, а немножко почаще, сейчас с периодичностью не очень. Поэтому волн мало. Я генерирую мало волн, ты мало волн принимаешь и отдаешь, соответственно, фидбэкам. Но моя задача создавать волны. Тут ничего не поделаешь. Это так, у нас арабская вязь. На арабский, это, кажется, означает «Привет, Ларин, как дела?» Неплохо. У меня тоже астигматизм. Ставь лайк, если у тебя есть астигматизм. Что скажешь насчет батла Галаты и Монтана? Ну, что? Люди с дефектами речи могут делать неплохое шоу. Дисей или Марвел? Не различаю особенно. Вот не настолько эксперт, понимаешь? Передай мне привет, пожалуйста. Передаю тебе привет, пес. Почему ты лысеешь? Потому что луковицы отмирают. И на месте луковицы не можешь вырасти новая луковица. Можешь только, если ты пересадишь себе со спины, с ягодиц, с колена. Новые луковицы тогда не проживутся, если повезет. Ты где, Дима? Я в Мексике. На каких языках говоришь? Я вообще сомневаюсь, что я говорю на каких-то языках. Мне кажется, что это все, ну, типа, один большой поток сознания. Зигхайл. Зигхайл. Нельзя. Привет. Здравствуй. Какая температура? Вообще комфортно. Вообще где-то 20-25. А люди с эпилепсией могут запилить хороший панк-бэнд? Наверное. Лишь бы на сцене не было стробоскопов, понимаешь? Я бы выбрал Марвел. Отличный выбор. Если бы написал DC, я ответил бы так же. Зачитая рэп. Не время, не время. Скажем так, будет, будет время, когда ты можешь меня об этом просить. Ну, за донат, естественно. Когда ролик по крипте для начинающих. Блин, чувак, я понимаю, что просадки. Сейчас в периодичности плохо. Техническая база, интернет, все очень не круто, не комильфо. Тяжело в условиях дороги что-то сделать. Все равно это не дом. Все равно я здесь не прижился. Все равно продуктивность страдает. Но скоро через неделю я буду в России, так что жди. Какие у тебя планы на сегодня? Ой, я сегодня все уже сделал, чувак. Я встал в 5 утра, побродил, пока миксов не было на улице. Сожрал немножко тако. Купил манго. Заперся в комнате. Пришла Марселло убирать комнату. Сейчас, наверное, я включу бит, буду писать рэп. А что бы нет-то? Послезавтра поеду снимать клик. Быстро, да? Сколько у вас времени? Второй час. Страшно стало. Ну, блядь, мужик. Я вообще тебе не завидую, потому что ты родился, понимаешь? Это означает ровно то, что ты умрешь. А умрешь, скорее всего, в мучениях. А по-другому нельзя. У солнца Joy Division была эпилепсия. Вот это в натуре было шоу. А, у солиста, да. Да, 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 да. Ну, что поделать? У него там не только эпилепсия была. Нормальный человек не повесится. Сколько тебе лет? Хороший вопрос. Дело в том, что я считаю свой возраст зимами. Поэтому чуть меньше, чем ты думаешь. Когда ларинг пройдет скоро? Возможно, это будет следующий или через один ролик. Сейчас нарабатывается информация. Книги, мужик. Че книги-то? И как ты хочешь умереть? Блин. Да, ровно так же, как ты. А то там и бомбы. Я шучу. Когда будет стендап? Это шутка, это шутка. Нет, 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 нет. Они же написали, что они не занимаются демократией и дипломатией в Твиттере. Да, все, 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 все нормально. Все, ху-ху-ху. Выдыхай, не будет этого. Когда я сказал, это говно, которое пугающее, да, немножко. У меня счетчик подписчиков был при девятке. Многие думают, что число зверя – это три шестерки. Ну, есть еще мнение, что 616, но на самом деле это три девятки. Чего уникального в числе 666? Ровно как и в 444 или 777, нет. Но 999, перевернутая, три шестерки, да, это же последнее число трехзначное, поэтому... Всемудрейший рядом, всемудрейший где-то здесь. Он слушает, он рядом, он в воздухе. Чего пьешь? Колу зоро. Колу лайт, в общем, причине. Пошел нахуй, пишет в зиму. Не хочу. Иначе не буду. Я в жизни своей оперирую категориями хочу и не хочу. Если я что-то хочу, то я делаю. А если я не хочу, то, скорее всего, даже если последуют потери и какие-то трагедии, арестование, скорее всего, этого не будет. Он и есть человек мира, пиздеж. Он и есть человек мира, пиздеж. С знаком предпинания, чуть не помню. Кто он-то? Ларин ТПФ. Не, 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 не перестань. Стареть страшно. Стареть нормально. Ровно так же, как нормально стать человеком. Ты, наверное, помнишь себя в детстве, но в детстве ты не был человеком. Поэтому, когда ты достигла вертодного возраста, когда ты начал мыслить, осознавать, брать ответственность на себя, ты стал человеком, личностью. Ну, переход же получился достаточно безболезненным, так ведь? У тебя могли, конечно, пиздить в классе в третьем, да? Так, нормально, за гаражами, но по факту-то... Ты где? Я в Мексике. Спасибо, что спросил. Пишите еще свои вопросы. Нет, нет, просто сейчас уборка идет. В доме. Не знаю, не буду показывать. Когда ты стал человеком? Я-то еще не стал человеком, понимаешь? Я только стремлюсь к этому. Привет, как дела? Здравствуй. Делаю операцию на глаза. Нет, не делал. Хотя, возможно, сделаю. Меня пугал немножко тот факт, что если ты делаешь операцию на глаза, то тебе нельзя делать какие-то упражнения тяжелые. И нельзя по голове получать. А я не застрахован ни от первого, ни от второго, поэтому... Еще-то я так боялся, что останусь инвалидом, а сейчас подумал, что в принципе... В принципе, можно. Но пока что очки нормальные. Гоу-пранк с детьми. Почему дети-то? Почему здесь дети? В Азербайджан приедешь? Ну, думаю, да. Я вообще люблю путешествовать, мне нравится эта затея. Даже дело не в том, что ты как бы можешь себе позволить это, или какие-то красоты увидеть, или еще что-то контрасты всегда. Контрасты восприятия людей. То есть, если ты знаешь, как примерно мыслить, что за менталитет у людей в твоей локации, где ты родился, и помрешь, скорее всего, то у людей буквально за тысячу километров или даже за 500 совсем другое. Ну, не совсем другое мировоззрение, чем дальше, тем более странное. В этом есть прикол. Носишь контактные линзы? Нет. Что думаешь насчет ростка битка? Всемудрейший. Это все по вине всемудрейшего. День космонавтики, и биткоин пошел вверх. Более того, позавчера это тоже удивительное совпадение. Я общался с чуваком из проекта, с чуваком, с директором Travel Chain. Я делал ролик как-то с ними. Вы могли видеть. Там у меня был такой большой пес в руках. Самоед. Ну, типа хаски, но еще больше, блядь. Еще более няшный. Так, может быть, ты вспомнишь этот ролик. Мы рекламировали тогда проект Travel Chain, и я ему звонил, и мы что-то заговорили про EOS. Есть такой проект EOS. Не буду сейчас рассказывать о нем. Скажу, что он очень крутой. И мы что-то сошлись на том, что, скорее всего, он будет расти очень скоро, потому что там слухи поползли, короче. Я решил купить. Я купил где-то на один биткоин всего лишь EOS, и на следующий день он вырос на 40%. И сегодня он вырос еще на 23%. И в целом весь рынок пошел вверх. И как бы все становится очень неплохо. В мировой системе ценности, крипты, но с российским рублем все плохо. Конечно же, тот факт, что какие-то мои портфели, они в крипте, и они привязаны к доллару, это хорошо, но дешевый рубль, это для страны в целом плохо. Я дебил. Сочувствую. Плохо, плохо. Плохо. Да, с днем космонавтики, чувак. Ты видел негра в Мексике? Да. Я видел негра даже в Архангельске. Меня вчера порадовало очень выступление Цукерберга перед Сенатом США. Это было, блядь, так забавно. Во-первых, от того факта, что в Сенате нихуя не понимают в IT-сфере, ну, там какие-то 80-летние бабки спрашивают про бизнес-модели соцсети, способны ли ее выизменить. для защиты пользовательской информации беспредметный, блядь, вопрос и заканчивать тем, что Цукерберг вел себя как пришелец просто. Вы должны это посмотреть. Ты думаешь, сколько нужно времени, чтобы все перешли на криптовалюту? Короче, считал, считал и статью недавно одну анализировал. На данный момент, если брать тот факт, что взрослое население планеты, его примерно в 50%, и, короче, количество биткоин-кошельков и кошельков эфириума суммарно где-то 50 миллионов всего, и тот факт, что можно иметь по нескольких кошельков, да, естественно, один кошелек это не один человек. У меня у самого как минимум штук 5-6 одного только биткоина, то в мире примерно одна десятая процента это очень оптимистичная цифра, мне кажется, меньше. Одна десятая часть процента владеет хоть какой-то криптой, то есть мы все стоим даже не у начала, это даже еще не начало, это все только задумывается, когда проекты будут реально работоспособные, когда уйдет скам, когда экономика станет цифровой полностью, все будет еще круто, вот дождь пошел, стоило заговорить про Цикерберга и крипту, так что никогда не поздно покупать биток, никогда не поздно заходить в сферу, никогда не поздно пиздавать из-под дождя, а в принципе у меня же не промокаем айфон, да? Я могу и подождем посидеть. Ууу, биткоин сейчас 7700, обалдеть, ну типа он был 6600, а сегодня утром уже 7800, и это произошло в течение часа, и в целом рынок хорошо себя ведет. Как тебе 1984? Мне очень нравится эта книга, она нормально так почетнула мои мозги. Посмотрим, сколько я могу просидеть под дождем. Дима, приветствую, у нас тоже дождь, вот видишь, нас объединяют капли дождя с неба. Ого, у вас день, а у нас ночь, вот это замечание. Ты писал книгу, я в процессе, я в процессе, я как-то дал интервью жию, интервью жию, что в планах неплохо было бы написать концу года книгу. Почему нет? Так, большое себе уважение за то, что исполнил роль англичанин. Да не за что. Мне само было приятно. Как тебе погодка? Да неплохо, дождик только накапывает. телефон у меня не промокнет, вот, пауэрбанк. Сейчас, 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 мне просто делать нечего, поэтому я решил с тобой пообщаться. Ну, ролики не снимаются, в процессе, скажем так, скоро все будет, братан. Я вообще думаю, что этот три, который произошел, он удивит остановить меня в первую очередь. Посмотрим, что будет дальше. Пока мои коллеги без должной критики шкварятся и запускают сомнительные проекты, мы копим силы и молчим. Так, ел насекомых. Я как-то ел вяленых скорпионов, но это было в Питере. Ебать-то старый, чувак, ну как бы очевидно же. Передай привет, плиз, столько пишу. Хорошо, как тебя зовут? Еще раз гляну. Эдик Каменский, Эдик Каменский, тебе привет. Так, кто больше напишет, тому привет придам. Как тебе Хованский? Талантливый видеоблогик. Во всех смыслах. Так, пойдешь, куда пойдешь? Дядька Дима. Да, 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 все чаще и чаще молодежь говорит, дядь, 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 ты че? Дядь, ты че? Тут не в долю попадаешь, дядь, 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 в бочку, в бочку, дядь. Но это надо принимать. Если мы здесь собрались для того, чтобы пообсуждать мой биологический возраст, то я с радостью могу вас подзагнать молодых пиздюков, но я думаю, что если просто поинтереснее, про возраст, если хотите, я могу снять этот ролик. Так, мне кажется, меня могут все сприть, да? Мне не идут все. Я просто не брелись в последнее время. Чтобы хоть немного походить на мексов. Блин, что там? Ларин бессмертен. Да, я готовлю проект по цифровке своего сознания и потом, в конце концов, когда я его цифрую, я залью на торрент, чтобы каждый желающий мог залить себе мои воспоминания, манеру мышления, отчаяние, какие-то надежды, да? Вкусы себе в голову и понять, насколько хуёво быть мной. Чё-то ты постарел. Тако? Тако. Тако никого не делает моложе. Тако однажды, тако навсегда. Пиздец ты с виду уебан. Я еще и внутри, еще внутри больше уебан, чувак. Так что, все еще хуже, чем ты думаешь. У меня дождь идет, между прочим. Как относишься к The Haters? Ну, они трудяги. Но это не мой жанр музыки. К тому же, косплей Google Борделла. Зачем слушать косплей Google Борделла, если есть Google Борделла? Ну, они развиваются. Нет, нельзя сказать, что они прям воры или еще кто-то. Они классные, ребята. Они музыканты. Они... Музыщенко мне вообще нравится, как он поет. Его звук. Но если сравнить, например, новую волну альтернативной какой-то музыки, да, там, такой, полуэтнической, не знаю, сложно сказать, то мне больше нравится Афинаш. Как думаешь, мог бы ты найти общий язык с Лехой Щепцовым? Думаю, да, мы примерно в одном направлении движемся. И от них держим мрази явления и явлений презираем. Одно и то, что вызывает нас подхерд. У нас, как бы, и мы друг другу иногда вызывать можем подхерд, но, как бы, есть вещь поважнее. Замай бог. Замай? Да, безусловно. Аид, я бы сказал. Зачем озонировать воду? Чтоб во сне тебе являлся Хованский. Очевидно же. Озонируй воду. Что-то происходит. Я могу зайти в дом из-под дождя. В Казань приедешь? Был в Казань же. Классный город. Конечно, приеду. У меня там друг есть. Кирюх приеду. Так, дождь крепчает. Я свирею. Вопросов? Блин. Короче. Ладно, давайте продолжим, продолжим закончиться. Ладно, я погрелюсь немножко.